Вот монетка Флорин 1883 года. Красивая монетка. Я ее сейчас буду перекладывать в новый домик, так как я эту купил. Сейчас ее откроем. Вот какая она. Очень красивая британка. Видим маленькое повреждение на ней, ну ладно. Вот и обратная сторона. Все интересные узорчики такие на ней. Здесь разные цветочки в Британии. Там и роза есть, и всякие цветочки прикольные. Гурт у нее рубчатый. Вот такой. Очень многие все время гадают, как же по ним год определить. Он здесь в боку написан. Вот в буквах он написан. Написан год изготовления. Здесь королева Британии. А на обратной стороне, как бы сказать, герб британский. Видите, все присутствует на нем. Хорошая монета. Их очень много разновидностей. Конечно, по годам их очень много сделано. Очень-очень красивая. Я себе давно желал такую в коллекцию. У меня просто других годов они есть в Флорине. Сейчас покажу. Тут еще надпись есть, что это одна десятая часть фунта стерлинга. Вот, например, другой дизайн. Тоже очень красивая. Вот уже, видите, 26-й год. Так, 26-й год. Тоже тут, конечно, в идеале. А за вот этой я давно гонялся. Нравятся они мне. Очень люблю Англию. Уважаю. До сих пор производят для очень многих стран мира и монеты, и бумажные, и из других металлов. Как медные, как там цинковые, любые вообще серебряные, золотые. Англия славится этим. Индустриальная революция там началась очень давно. И, конечно, по чеканке монет они опережают Европу вообще, я считаю. Самые красивые европейские монеты были сделаны в Англии. Но это мое мнение, конечно, его может любой оспорить, кому не лень. У всех есть определенный вкус, но у меня вот он попадает на Россию именно и Англию. Эти монеты я жутко собираю. А очень много собираю побочных вещей еще, которые мне нравятся. Мне нравятся всякие императоры европейские, очень интересные монеты тоже, с красивыми дизайнами. Например, Австрия, там, Венгерская вот эта вот вся коллекция. Очень красивые вещи делали тогда. Ну вот, мой Флорин 1883 года. Зачетный. Сделали их, кстати, 3,5 миллиона в те годы. И весит она 11,3 грамма серебра, 925 пробы. Монетка милая. Ну, довольно-таки ценятся они. Довольно ценятся. Особенно мне вот по душе вот этот герб. Тут как бы сказать, все. Конечно, если бы Британия бы на своем гербу изображала все страны, которые в то время ей принадлежали, то бы, не знаю, там, монета размер с тарелкой должна была быть, чтобы все поместить на герб. Это полмира принадлежало. Богатая империя была. Красивая вещь. Очень нравится мне это. С удовольствием сейчас ее переупакую в новую упаковочку. И положу к себе в книге. Пусть там лежит. Sasha. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Корректор А.Кулакова. Корректор А.Кулакова.